Кто хочет убрать хлам с дороги? Кого убрать? Хлам с дороги. Вон оттуда, надо начинать только. А то какие-то негодяи, гляньте, выстояли хлам зачем-то. Непонятно. А это что, вырвали стартовку? Перекрывают всю улицу. Посмотри, что творят. Я не знаю, зачем это сделали. Гляньте, что охародили. Я вообще не представляю. Люди бедные ставят вторым рядом. Притык к машине. По-моему, этот хлам надо убрать отсюда. Зачем они это делают? Кто берет железячку вот эту? Тоже сюда, вот ей в сугроб надо бросить. Да, вот здесь вот. Тоже непонятно зачем. Цель не ясна совершенно этих конструкций. Кто-то взял, поставил зачем-то. На дороге, на проезжей части прям. И мешает водителям парковаться. И так мест мало. Они еще и поставили зачем-то. Да, непонятно зачем. Зачем это все сделали. Владельцев сейчас искать не будем. Поэтому просто убираем, берем и все. Ну, понятно. Это мы напишем. Там аккуратнее смотрят. А то там люди ходят. Да, все. Там, наверное, зацепился. Вон, видишь. Что-то понасталили. Какие-то ерунды. О, да, вот это тоже. Берем. Я не знаю. Вот так вот. Вообще непонятно значение, для чего они это все поставили. Что они хотели этим забиться. Вот машина как раз стала, да, без проблем. Если вы что-то делаете, ребят, запланируем мероприятие, так вы сначала поставьте и быстро сделайте, за собой уберите. Правильно? А зачем же? Вот припарковался сразу автомобиль. А то полдороги было перекрыто. Зачем-то непонятно. И сколько здесь мест примерно? Раз, два, три. Машин 10, наверное, в Лиде. Ну, понятно. Ну, вот так вот. Туарчик заехал, автомобиль. У-259, У-36. Вот поставил вот так вот. Вот таким образом. А, ну это на тротуаре, да, они стоят. Ничего страшного. Где? Там дальше, да? А, вот она, да. Да, сейчас узнаем. Не к нему относятся, да, действительно. Вот сейчас. Что там написано? Может, что-нибудь? Может, там что-нибудь написано хорошее? Нет, тут ничего не написано. Поэтому просто уточним. Может быть... А, не к спа, наверное, да? К отелю. Пойдем зайдем в отель узнаем. Вон, что ты не знаешь. Нет, это знак аварийной остановки. Да, это, наверное... Наверное, к отелю относится. Осторожнее, скользко здесь. Можем не забраться. Ля, вообще... Ля, война. А, посередине надо идти, а я сбоку. Да, 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 да. Тут нет нигде. Да, ну вот здесь остались. Единственное место, где я знаю. Димитрово, 3053А. На леном берегу там. Торговый центр какой-то. Давай посмотрим. Здесь были раньше. Да, здесь были, но сейчас нету. Ну, это мы сейчас пройдем, посмотрим. Сейчас зададим вопросик. Здрасте. А кто тут самый главный у вас? А мы увидели там конструкции какие-то на проезжей части. Стоят таблички такие, знаете, с лентой. Хотели бы узнать, не ваши они случайно? Ну, сейчас уточню. Да, можно уточнить как-нибудь. Если можно, убрать пока на первый раз. Просьбой ограничимся. Вот там, где въезд на парковку, по-моему, или не на парковку, а сюда. Сейчас тоже безопасно. Да, да, да. Да, уточните, пожалуйста. Так, вот мы находимся в ресторане. Апразкин это, да, по-моему? Апразкин ресторан? Апраксин. А, Апраксин. Апраксин их отель. Отель. Дедас. Вегас. 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 А, Вегас. Их отель Вегас. Отель. И Апразкин. Ну, вот конструкции какие-то заметили. Хотя... Здравствуйте. А мы вот заметили конструкции какие-то на проезжей части стоят. Хотели бы уточнить, ваши. А такие, с табличкой, треноги и натянута лента. Тут вокруг отеля их очень много. Да. И мы бы хотели попросить вас убрать их на первый раз. Без привлечения к ответственности. Ну, которые ваши. И они все ваши. Ну, понимаете, тут есть такие моменты, когда к нам приезжают дети и инвалиды. Должен стоять знак, знак соответственный, соответствующий. С табличкой инвалиды, да? Парковка 64 и с табличкой инвалидов. Мы это делаем не на постоянной основе, мы это делаем определенные в те моменты, когда мы кого-то ждем. Мы занимаем для них просто место. Вас как зовут? Сергей меня зовут. Сергей, я все понял, я это слышал, знаете, сколько раз. Я хочу вас попросить пока просто по-хорошему их убрать. Пойдемте мне покажите, какие имя. И больше не выставлять. Вот просто просьба. А потом, потом просто мы будем уже вынуждены... Это не мои предыдущие. Я понимаю, ну, донесите до руководства, или если есть оно, пригласите, я с ним переговорю. С руководством. Потому что, ну, все конструкции убирайте. Можете просто оставить номер. Убирайте все конструкции по всему городу, и почти все убраны. Ну, вот у вас пока руки не дошли, я знаю об этом, да, я видел, но пока до вас не дошли. Ну, вы могли бы оставить... По-моему, даже кого-то привлекали к ответственности. Ну, не вас, а рядом, рядом соседей, наверное, ваших. Я сам обращусь, не персональные данные, сами понимаете, не хочу оставлять. Давайте посмотрим для начала, да, вы уберете, если это ваши. Согласитесь, конечно. Если нет, мы их просто выбросим тогда куда-нибудь. Нет, ну, это ваши права. Вдруг они не ваши, вы скажете. Вот, смотрите, вот там стоят. Вы просто сказали, очень много по периметру. Мы заметили только вот, шли вот пока... По периметру вообще, ну, где-то много ограждений. Ну, да, там мы убрали, просто телеком, да. Вот они, ну, вот две штуки стоят. Ваши они? Да, да, да. Вот для чего вы их ставите здесь, не подскажете? Ну, я жду просто людей, как бы я говорил уже. Просто я специально... Людей каких вы ждете? Ну, заезд должен быть. Понимаете? У вас парковка какая-то там под Данем, да? Да, да, да. Это территория ваша? Какая именно? Вот где стоят конструкции? Нет. Это городская, общедоступная, правильно же? Городская, согласен, да. Сюда может каждая поставить? Конечно. А зачем вы ее поставили? Ну, смотрите, в данный момент она чем-то мешает? Она мешает парковке транспортных средств. Она мешает движению автомобилей, который может случайно наехать и повредить автомобиль. Ну, вы знаете, таких соцсетей... И в конце концов она не должна никому мешать, потому что просто изначально по определению нельзя их сюда выставлять. Прошу, я даю руководство. Просто по определению. Их можете убрать? Сейчас я уточню руководство и все сделаем. Прямо сейчас можете убрать, а потом уточнять? Нет, давайте не уточним. Нет, ну, а смысл? Я их сейчас уберу, вы отойдете, я их на место подведу. Ну да, ну просто мы завтра будем здесь проходить, увидим, и уже будет совершенно по-другому. Ну, это... Будет 300 тысяч штраф. Ну, это я сейчас позвоню руководству, поговорю. Да, это сколько у вас времени займет? Мы пока пройдем вокруг, посмотрим еще где-то. Ну, буквально полчаса. Ну, а можно побыстрее? А вы, простите. Да мы просто граждане, мы вам указываем на ваше право нарушения. Вам охота штраф платить? Ну, не вам, а руководству. А, я еще не даю право нарушения? Вам? Нет, не ваше. Нет. Вы же сказали, ваше конструкцию только что. Ну, это относящееся к зданию. Вот, я вам говорю, опять же. Вы же признали, что это ваше. Ну, естественно. А когда у нас где-то там угрожает сход какого-нибудь балкона, снега, мы и так перегораживаем. Мужчина, Сергей, Сергей, я, знаете, слова слышал очень много раз. Очень много раз. Поверьте, весь город очищен от этого хлама. И депутаты, и прокуратура, и полиция, все кто угодно. Ну, зачем вы мне вот это все рассказываете? Я говорю вам как... Я немножко знаю это. Я понимаю, у вас это... Я просто прошу вас пока... Вот посмотрите, человек шел, указывает на право нарушения, которое совершается. Вы говорите, не ваша территория. Можно ставить конструкцию, если не ваша территория? Нельзя. Правильно? Тут лично мы его не отмечем. Да, нет, ну территория там отеля, территория ресторана. Что относится? Не относится, правильно же. Вот, я пока иду... Это общий город. Да, это общий город. Иду, просто заметил, прошу вас устранить право нарушения. Хорошо, сейчас все. Просто добровольно. Договорились. И еще предупреждаю. Если когда-нибудь я увижу здесь эти конструкции, будет здесь полиция... Ну, это ваше право. Будут штрафы. Ну, согласен, но это ваше право. Ну, это я вот говорю как будет. Я донесу, я донесу. Как всегда бывает. Я донесу ваши претензии. А пока мы всех, вот где видим, пока просим. Вот если можно, уберите в кратчайшие сроки, пожалуйста. Хорошо, договорились. Все, чтобы не доводить за это. Да зачем? Когда люди адекватные, мы никогда не вызываем ГАИ. Спасибо. Тут, кстати, нету. Да, вот стояли напротив парковок. Но сейчас что-то их нету. Но иногда, да, наверное, если будут стоять, заметим. Вот, кстати, на тротуаре, смотрите, какое назначение. Непонятно. Убрал, да? Да, я даже не знаю, чьи. Ну да, может быть, стояли там на дороге. Может быть, перекрывали, чтобы так спали. Непонятно, да. Вот, вот эти две. Да, из тротуара, если это ваши, то тоже. Но не ваши, а если вы знаете кто. Не, вообще их уберите отсюда. А, я уберу, что-то попозже. А, не ваши? Да. Точно? Ну, тогда сейчас мы их выбросим отсюда. Что они здесь делали? Не знаю, они-то ваши. Давайте, да. Давайте в сторону у нас пробки уберем. Не, не, вы в здание сейчас заносите. Если это ваше в здание, если нет, мы забираем. Я не знаю, чьи это. Ну, да вот так. Вы же выясняли. Не, ну вот, смотри, вы можете мне сказать то, что это не наше. В здание. Может, в здание можете. Вот, туда под парапет насунуть. Ну, почему нет? Какой парапет? А, вот под наш парапет. А, там ничего, никто, никаких парапет. Ну, пожалуйста, туда можно, конечно, да, без проблем. Без проблем вообще. Из тротуара вот эти тоже, пожалуйста. Из тротуара, я с ним отношусь. А, это вообще не знаю, чьи. Понял, это... Тем более, сами говорите, благородил, что они машины. Не, ну, если они изначально стояли на проезжей части, а потом их тот убрал на тротуар, это плохо. Сейчас мы с проезжей части будем выбирать. Сейчас, да, сейчас, да. Ну, ладно, спасибо большое. Ну, вы доведете, да, тогда передадите, чтобы... Естественно, естественно. А, понятно. Ну, ладно, спасибо, до свидания. Ну, вот у ресторана и у отеля, вот отель Vegas, ставили конструкции. Они тут иногда ставят, просто руки пока не доходят. Это Пятницкого 65А. Вот здесь они ставят для себя, как пояснил сотрудник. Иногда ставят вот здесь вот стоят. Напротив SPA-салона, это тоже к ним относится. И у Ростелеком еще иногда стоят, но сейчас нету их. Ну, пока сюда не дошли еще мероприятия, связанные с рейдами. Ну, я думаю, если будут выставлять, то обязательно приедем сюда и вызовем сотрудников полиции. Ну, а пока вот уберем весь этот хлам и все.